Здравствуй тебя, Алексей. Здравствуй. Рад тебя видеть. Скажи, пожалуйста, где ты находишься, что ты хотел? Вот ты мне написал, мы переписывались. Я с радостью тебя встречаю, давай будем как дома. Расскажи о себе в двух словах и что ты хотел, скажи. Я в Барнауле живу, в Алтайском рай. У меня несколько профессий, специальностей. Я и фотограф, а сейчас лето начинается, еще и гидом вожу туриста в Горный Алтай. И там я на стоянках вечером, когда все уставшие, стрессы бывают там всякие в горах. Кто промок, еще что-нибудь, порвалось что-нибудь, или у костра что-нибудь, одежда прожгло угольком. У людей стресс бывает. Вот я про ваш метод узнал уже несколько лет назад. И даю им тоже, как понимаю, конечно, ну с вами консультировался, вроде бы вы сказали, что вроде бы понятия вообще у меня правильные. То есть там ролики даже меня сами туристы сняли, учителей на Телецком озере я учил, как снимать стрессы. У учителей очень большие стрессы в школах с учениками. И им это, думаю, очень полезно будет. Вот показал это упражнение, и даже такой случай расскажу. Пришли мы там в одно место, Марс называется, там цветные горы очень красивые. И тоже там стояночка у нас полчаса. И я решил там на свежем воздухе дать вашу синхрогимнастику, эти пять упражнений. И слышим сначала в лесу какой-то рев раздается, как медведь рычит такой. Я такой стою, думаю, ну, наверное, кто-то, думаю, антурист какой-то спрятался, решил нас напугать, шутит такой, да. И я все построил таких, типа давайте сейчас, ну, расстояние между всеми, сейчас буду вам показывать, повторяйте за мной синхрогимнастику. Ну, первое упражнение, там, плеск руками по спине, шалтай-болтай, лыжник и легкий танец, как вы говорите. Пятое, это такое сложное упражнение, я стараюсь его не давать, потому что там может быть проблема в шее у кого-нибудь, там, вис назад, это может быть опасно. И как бы я его так показываю, ну, говорю, ну, это осторожно очень надо делать, оно сложное. Ну, и вот, начали мы это делать, и тут смотрим, оказывается, это ревет, бык, там целое стадо, прям бульчара такой, и идет на нашу стоянку, прям стадо идет такое, да, не торопясь, и как бы не боится ничего. И там у нас и дети были, и женщины, некоторые такие, ой, мы боимся, боимся. Я говорю, вот, смотрите, сейчас прям метод, ключ проверим сейчас прям в действии. Смотрите, делайте упражнение, хлест руками по спине, и вы успокоитесь, говорю, и все нормально будет, и это. И правда начали делать там, то есть, и они успокоились, и быки такие постояли, постояли, что они такое делают, и развернулись, и ушли, то есть, и все нормально. Я говорю, смотрите, чудеса происходят просто, не только вы успокоились, даже на животных воздействие, они видят, что их не боятся, и животных чувствуют, да, собаки, что люди и боятся. И как бы это, ну, и продолжают атаку. И хочу еще такой случай рассказать, интересный, сегодня прям конкретно, ради того, чтобы записать с вами ролик, камеру все не мог найти, как-то время не доходило. А тут решил купить камеру, и пошел я сегодня вот вечером уже через парк, и на меня, представляете, ротвейлер бросился там, то есть, ну, шел, как всегда, хозяин, без поводка, без намордника, здоровенный ротвейлер, то есть, несется на меня такой. Ну, я как бы бывший кинолог тоже, я как бы в армии служил со своей собакой, как бы не сильно боюсь, но когда она на тебя такой зверина несется, представляете, да, и то есть, ну, укусит по-любому, то есть, руками, ногами хоть отбивайся, все равно покусает. Ну, там, маленько я подбивался, хозяин пока подбежал, все-таки он меня маленько даже за руку цапнул там, ну, там, не сильно, то есть, поцарапал. Ну, ладно, это к чему рассказываю, что я пришел к хозяйке этой камеры, да, и пока мы ее тестировали, я говорю, давайте я вам про метод ключ расскажу, ну, то есть, еще время терять. Я вот стараюсь людям давать полезную информацию, пропагандировать, как говорится, ваш метод, чтобы больше людей узнавало, ну, это действительно, чтобы помощь людям оказать хоть какими-то такими простыми методами. Ну, и вот, и ей показал, сам делаю, и тоже, да какие там собаки, оба успокоились уже, то есть, какие-то вратвейлеры собаки, да пускай хоть носороги на львы нападают, то есть, все спокойно, повыбались, она довольна мне, поблагодарила, что ей методы дал. Камеру эту взял, поставил, настроил, и вот, ради чего я все это затеял, я хочу вам задать несколько вопросов, то есть, не касающиеся меня лично, а я думаю, эти вопросы будут, ну, очень интересны и полезны многим людям. Давай, давай, давай. Вопрос у меня такой к вам. Как победить лень? То есть, лень, я считаю, это самая главная болезнь и, ну, очень трудная вещь, с которой, в принципе, всю жизнь мы боремся и не можем побороть. Как вот вы рекомендуете, как побороть лень? А, это вопрос ко мне, да, я так понял, как побороть лень, да, ну, лень зависит от того, есть ли смысл в том, что тебе предлагается делать. Ну, например, если человеку предложат какое-то бесперспективное занятие, которое ему неинтересно, так у него, если нет образа будущего, зачем он это делает? Конечно, энергия не открывается, а когда есть образ будущего, есть смысл в этом для него, что он за этим видит какой-то результат, который может ему помочь или в развитии, или в самосохранении, или в обеспечении жизни. Ну, смысл, что был, тогда у него лени не бывает, появляется мотивация это сделать. Ещё лень может быть просто из-за того, что человек не выспался, потому что тогда организм пытается накопить энергию и всякое дополнительное напряжение, которое ему предлагается сделать. Ну, естественно, ему дискомфортно, а его оттуда вышибает из этого дела, которому он не мотивирован. Любая ситуация, которая вызывает напряжение, его всё время вышибает. Ему приходится волю применять, а когда ему хочется что-то сделать, ему волю не надо применять, его не остановишь. Особенно если это действие, которое ему предлагается, ну, занятие какое-то, урок какой-то там, или какие-то, ну, книгу написать. Если это ему нравится, если это ему по душе, так его не остановишь, какая там лень может быть. Поэтому тут надо разобраться в причинах, в исходном состоянии, есть ли смысл ему в этой работе или нет. Ну, если есть, как бы, я читал тоже подсказка, она, в принципе, работает, потому что лень бывает даже, вот там, не знаю, уборку в квартире сделать, да, и неохота человек даже, как бы, ну, просто душа не лежит там, лучше что-нибудь другое там пойду поделаю, да. И вот есть такой совет, мне кажется, он вполне разумен, работает, что делать маленькие шаги, то есть вот не ставится глобальную задачу убрать все там сверху, донизу помыть, смывом, все что угодно там, ну, на весь день, скажем, да. И человек, конечно, скажет, да зачем мне весь день, лучше я отдохну, я пойду в гости, а просто маленько что-нибудь. Да вот, например, на кухне просто там раковину помыть, посуду помыть, а потом человек разобраться. Конечно, конечно, давай мы так определимся сначала, потому что всякий вопрос, ведь это, надо знать контекст, вот сейчас мы о лене чьей говорим, своей или, допустим, ребенка своего, который все время ленится квартиру там привести в порядок, и ты его хочешь научить приводить в порядок, и ты ему говоришь, делай по шагу, по шагу, по капле, и ты сделаешь все там, капля камень точит и так далее. Или, допустим, человек затеял проект какой-то, проект какой-то затеял бизнес-проектом в интернете, но он начинает делать, а ему лень продолжать. Ну, это же разные ситуации, потому что в одном случае мотивации нет, в другом случае, как я сказал, он не выспался, в третьем случае ему может бежать куда-то надо, он влюбился в девушку, а ты ему предлагаешь сейчас паркет там натирать ее. Что понимается под ленью? Давай определим понятие? Ну, прежде всего, конечно, собственная лень. Отсутствие мотивации к чему-то. Если действие, повторю, соответствует твоему мотиву, и он видит за этим действием перспективу, его не остановишь. Поэтому есть любимое дело. Вот любимым делом человек, когда занимается, ему не лень заниматься любимым делом. Ему лень заниматься нелюбимым делом. Тогда ему надо напрягаться, и если у него нет энергии, вот это дополнительное напряжение, он все время найдет причину, где бы от этого уйти и заняться чем-то другим, где проще, где он меньше тратит энергию. Всем руководит закон сохранения энергии. Теперь второй вопрос. Как стать альтруистом и отдавать больше, чем получать от других? Все мы как бы от природы люди почему-то стараемся к себе побольше, заработать больше, какие-то вещей и так далее. А как вот с этим побороть это и отдавать все-таки больше, чем получать? Вот смотри, у тебя такие вопросы какие-то вот такие непонятные, честно я тебе скажу. Ну, поэтому я хотел бы, чтобы мы их определили. Если человек, как говорится, каждый должен найти свое место под солнцем, как можно заставить человека быть альтруистом, если он не на своем месте находится? Ну, например, он хотел бы быть музыкантом, допустим. Ему никто не дает заняться своей любимой музыкой. А все его приходят и учат быть альтруистом. Ну, каким он альтруистом может быть? Если он не реализует то, что его организм просит, если то, к чему он природой предназначен. Если он не позволяет себе сам это делать, или кто-то ему не позволяет. А при этом ему говорят, ты должен быть альтруистом. Ну, как это? Я хочу все-таки понять, о чем мы говорим. Прежде всего, самому себе. То есть, это не кому-то заставить кого-то, а себя заставить. Как? Больше отдавать, расставаться людям, чем получать. Занимаешься любимым делом. Тебя никто не заставит быть альтруистом. Ты уже автоматически будешь альтруистом. Потому что любимое дело тебе доставляет радость, и ты хочешь им поделиться. Ты что-то делаешь, создаешь, и ты говоришь, посмотрите, получите, хочешь подарить кому-то. А когда нелюбимым делом занимаешься, или когда ты стрессой находишься постоянно, вся энергия уходит на выживание. Какой там альтруизм может быть у человека, который в стрессе. Его организм пытается восстановиться, получить гармонию внутреннюю. А он в это время зашорен весь. Его, допустим, трясет. Вот ты собаку увидел, у тебя такое напряжение. Собака на тебя смотрит, как ты рассказываешь. В это время какой ты можешь быть альтруист? Тебе надо защититься. У тебя инстинкты оцепенения. Или убежать. Бей, беги, оцепеней. Это же инстинкты самосохранения. Какой там может быть альтруизм? Альтруизм бывает у человека, когда он находится в гармонии с самим собой. Когда он целостен, когда ему не надо самосохраняться. Тогда у него уже работают другие инстинкты. Созидательные, сопереживательные. Отдавать, дарить, любить, сотрудничать. Когда у него есть энергия. Когда вся энергия уходит на выживание, какой там альтруизм может быть. Вот сейчас люди, если находятся в ситуации, когда если, допустим, человеку надо каждый день думать, как за ЖКХ заплатить, ну и вдруг к нему ты звонишь и разговариваешь, и говоришь, Петя, будь альтруистом. А его голова, вот все миллиарды клеток мозга, заняты одной задачей. Как завтра выплатить ЖКХ? Какой он там может быть альтруист? Альтруистом человек становится, когда у него уже стадия выживания обеспечена. Тогда можно с него спрашивать, а что ты такой грустный, что ты не занимаешься чем-то. Да он у него весьма занят выживанием. Как он может быть альтруистом? Может, я что-то непонятно говорю? Нет? Все понятно. Для меня вы пример альтруиста, потому что вы свой метод практически бесплатно распространяете, по всему миру, все консультации даете людям, правильно? Потому что я занимаюсь любимым делом. Именно поэтому я и могу это понять и объяснить. Вот если бы меня заставило вот так сутками не спать и со всеми работать там в интернете, и школу вести, и книги писать, и картины рисовать, если бы ты меня заставил это делать, если бы это дело было не мое любимое, я бы не смог этого делать, я бы давно умер. Откуда я ввязывал столько энергии? Это если совпадает со мной, и поэтому я делаю это на полную катушку, и веду бесплатные ликбезы там, и консультации делаю, и вебинар сейчас буду готовить по очень интересной теме. Это будет вообще супер вебинар. Да, я вчера вот Далай-Ламу опять слушал, он со студенчеством России разговаривал. Такие потрясающие вещи он говорит. Мы, оказывается, вообще ничего этого не знаем. Нам, оказывается, говорят, что это религия, религия, религия. Оказывается, это не религия никакая. Она просто называется религия. Да, это вот я хочу ролик такой специальный сделать, чтобы объяснить, в чем разница школы и религии. Ну, просто массовая школа, она может стать религией. В том смысле, что там миллионы людей. А дело в чем. Он говорит, у нас, например, в буддизме, он так сказал, нету творца. У нас нету Бога, которому мы молимся. У нас есть идея, что Вселенная возникла, самовозникновение Вселенной. Ну, это научная идея, научная идея. И он говорит, что у нас не вера слепая в цитаты, там, в авторитеты, а у нас, говорит, преимущественно анализ, дискуссия, диалог, достижение понимания, достижение сознательной логики, не слепая вера. Представляешь, какие интересные вещи Далай-Лама говорит? И он говорит о том, что у них Будда, не Бог для них. Они ему не молятся. И Буга сам сказал, если между мною и знанием, между вами и знанием буду стоять я, убейте меня. Ну, каким-то образом, таким метафорой. Он как раз Будда призывал, чтобы люди не слепой верой занимались, а познавали природу. Это очень интересно. И Далай-Лама говорит, там, этим студентам же вопросы ему задают. Из этих государственных учреждений, там у него конференция, очень много студентов, ему задают вопросы. Скажите, например, вот это общение и обучение, например, онлайн, когда производится, как сейчас, или непосредственное обучение, когда учитель с детьми, как быть, как лучше. Он говорит, ну, в ряде случаев, конечно, надо, чтобы непосредственно учитель с детьми был, это полезно. А в ряде случаев, и он приводит такие простые примеры, которые в голову не приходят. Он говорит, вот Будды-то давно нету, тысячи лет. Но мы же, говорит, учимся, мы, говорит, читаем книги, говорит. Ну, такие простые примеры приводит. Очень мудрый человек, очень мудрый человек. Я хочу с ним каким-то образом взаимодействовать, чтобы для нашей школы с ним сделать диалог. Хотя, потому что у меня к нему есть один вопрос. Он там говорит о том, что человек находится в колесе сансары, ну, вот, совершил действие, получил ответ. Чтобы вырваться из этого колеса сансары, там, надо совершать благие действия. И там, значит, у него очень это интересно, что надо быть человечным. То есть, надо быть добросердечным. Надо быть, ну, вот то, что ты говоришь, альтруизмом. Альтруистичным дарить, сотрудничать сострадание. Буддизм – это сострадание. Все переживание, это чувство бесценности живого. Это все, что мы создаем, науку человечности. Я хочу с Далай-Ламой поговорить, что мы как раз сейчас, поскольку вы, буддисты, имеете в виду, что вы не… Ваша вера, так называемая, не слепая вера, а именно знания. И построено на анализе, он сказал. Мы все время должны анализировать. Он к этому призывает. Не брать и верить, а анализировать. У нас, говорит, поэтому большие положительные отношения с учеными. Я, говорит, постоянно общаюсь с учеными современными. То есть, видишь, как интересно. Я ему хочу сказать, поэтому сегодня, исходя из сегодняшних угроз, событий, неопределенностей, уже пора науку человечности создавать. Определять понятия, что такое сопереживание, что такое сострадание, что такое чувство бесследствия. Определять. Я хочу предложить. И когда мы все вместе, все вместе начинаем определять эти понятия, это становится неким механизмом, неким генератором сотрудничества, которое уже очевидным делает, что надо быть человеком. И мы утверждаемся в этом понимании, что надо быть человеком. Надо открывать у себя эти качества, чтобы победить эти пандемии, побеждать неопределенность. Вот здесь вот вера или знание? Он говорит знание. Там он когда со студентами говорит. Это очень интересно. Я всем рекомендую посмотреть «Далай-Лама. Встреча со студенчеством России». Потрясающие вещи. Единственное, что мне непонятно, когда он говорит, что они за логику, за здравый смысл, за знание, за дискуссии свободные. Он говорит, если кто-то будет со мной дискутировать, я никогда не обижаюсь, если мне вопросы задают и так далее. То есть у нас нет косности, догматизма. Но я сейчас своими словами говорю. Пытаемся ответить на вопрос, вместе думать. Это как раз наша школа тоже, человек будущего. Когда я говорю, давайте подумаем вместе, давайте вместе сотрудничать. Мне единственное, что непонятно, когда он говорит о переселении душ. То есть с одной стороны он говорит, Господа, нету, есть саморазвитие природы, самосоздание галактики, галактика, одна уйдет, другая появится. Но я тоже так думаю. Я тоже так думаю. Потому что я ученый, и такая у меня логика мышления, что никакого живого существа разумного, которое взяло и создало, нет. Конечно, это бытие самопроисходящее. Самопроисходящее. Исчезало никогда не возникало. Это вечность. Так вот, но единственное непонятное, я хочу ему задать этот вопрос. Вы говорите о реинкарнациях. Получается, что у вас? С одной стороны, нету создателя, а есть саморазвитие Вселенной. А с другой стороны, вы говорите, что если человек умер, то его душа переселяется. А вот здесь, когда я ему хочу задать вопрос, я хочу сейчас еще немножко поработать, еще послушать его. Потому что сдается мне, что он, когда говорит о реинкарнациях, имеет в виду не в буквальном смысле. Вот мне так сдается. Понимаешь, как? Мне так кажется. Я хочу в этом разобраться. Потому что мне кажется, его реинкарнация, это он там употреблял «карма – это действие». Он говорил, если вы накопили карму, например, каких-то плохих поступков предыдущих, это не значит, что вы не можете изменить судьбу. Вы можете совершать хорошие поступки и из этого колеса со царой выскочить за счет своих действий. Вот он слово, которое употребляет действие. За счет своих хороших действий вы можете вырваться из замкнутого круга. Вот что он говорит. Вот поэтому, наверное, вот эти реинкарнации, то есть, может быть, это образно-смысловое, может быть, это метафора, может быть, этим говорится о том, что есть реинкарнации, потому что, когда его спросили, человек умер, как потом? Он говорит, он воплотится потом, и у него больше будет, если он будет больше хороших поступков делать, у него больше будет шансов в следующей жизни. Вот это интересно. Что имеется в виду в последующей жизни? В буквальном смысле, что именно этот человек, Петров Иванов, Сидоров или Магомедов, именно в следующей жизни будет Петром Ивановым, Сидором в другом обличии. То есть, его память, его сознание. Или он имеет в виду, как вот говорят, огонь вечен, ну, спички зажег, и сразу он появился. А пока спички не зажег, его нету. Вроде есть, и вроде нету. Но вечен, поэтому говорят, огонь вечен. Может быть, в этом смысле реинкарнации, не в прямом буквальном смысле. Вот я хочу с ним поговорить, потому что, раз он наука, о науке говорит, что буддизм, это как бы не вера, а анализ. Он так говорит, это прямое его утверждение. Я приглашаю всех послушать, о чем он говорит. Это анализ, дискуссия, поиск истины. Так вот, если это анализ, и я хочу этот вопрос задать, что такое реинкарнация? Это в прямом смысле, или это фигура речи? Или это, это очень интересно, это очень интересно. Но человек потрясающий, потому что он говорит, сотрудничество, мир, добросердечность, и у него все, все слова, например, почему, вот я так своими словами скажу, красота, там девушка задала, студентка вопроса, что красиво, он сказал, красота души, потому что внешняя красота может меняться, обманчиво быть, а красота души, если добросердечность есть, вот она создает мир между людьми. Так я абсолютно уверен, что только человечность спасет мир, потому что именно в человечности есть как раз-таки рука друга, помощь товарища, локоть товарища, совместное деятельность, созидание совместное, счастье. Счастье быть собой, как ты говоришь, эгоизм и альтруизм, счастье быть собой, вот когда я своим делом занимаюсь, которое мне соответствует, когда я делаю то, что я хочу, и думаю о чем хочу, я свободен. То есть счастье быть собой, но высшее счастье, когда каждый, будучи собой, и счастливы вместе, когда вместе что-то создают, созидание. Вот видишь, я какое под впечатлением дал, и главное, какие вещи говорю. Но я просто хочу сказать, что мы, настолько я был невежа, а он говорит, как раз-таки, невежество побеждает сознанием, а не слепой верой. Вот я хочу теперь разобраться в нашей школе, что значит вера, и что такое знание, потому что, например, веришь ли ты, что знание побеждает невежество. Он скажет, верю в это. Так вера все-таки, или знание? Вот это вера, знание, надо там разобрать. Тоже к науке человечности. Определите, пожалуйста, понятия, друзья, что значит знать, и что значит верить. Вот что это такое. Ну, и пока мы это определяем, у нас развивается сознание. Так, извини, я, может быть, слишком долго говорил. Да нет, еще, ну, есть уже такое выражение, что вера без действия мертва, а знание это тоже действие. Чтобы получить знание, надо что-то делать. Так что, в принципе, все правильно. Само вера, вера, само вера, имеется в виду не только вера в Бога, или вера в какую-то религию, само слово верить. Я верю во что-то. Это что? То есть, не анализируя, что это такое, отношусь так. Или вера это, это чувство мое, что я к этому отношусь с доверием. Или я знаю, что это вот, например, я верю, что чай полезен, или я знаю, что чай полезен. Ну, к примеру. Надо понять, а почему я знаю, что чай полезен. А мне кто-то сказал. Значит, я верю в это, что он мне сказал. То есть, вот надо понять, что такое знание, что такое вера. Вот как-то отличить. Я вот это имею в виду. Ну, давай, Алексей, давай. Что ты хочешь? Как развивать творческие способности свои? То есть, мы все знаем, вот вы всем рассказали, это цифрогимнастика. Еще вот второй способ, как бы, что, ну, время между сном и бодрствуем, как бы там, нулевое состояние, да? Может быть, еще какие-то способы порекомендуете? Как творческие способности свои еще развить? Что ты делаешь? Ну, в такой короткой беседе, как это можно? Мы же специально этому посвящаем двух-трехчасовые ликбезы. Ну, творческие способности есть у всех. Если человек раскрепощается, то снимает на мысли зажима и мечтает о желаемой деятельности, они у меня, у него открываются, творческие способности. Это же надо провести, показать это, как в двух словах это объяснить. Просто я хочу сказать, когда ты говорил о синхрогимнастике, это, конечно, ты молодец, и я очень рад, что ты это применяешь и там помогаешь детям и своим знакомым, и туристам, которых ты водишь. Там, видно, не так просто там ходить по Алтаю, там, куда-то сбираться, там, наверное, погоды там и все прочее. Это очень хорошо. Ты альтруист такой, работяга. Ты любишь свое дело. Но вопрос в том, что когда ты им объясняешь, что такое синхрогимнастика, это же синхрогимнастика, а не гимнастика. И эта синхрогимнастика не состоит из пяти, состоит, не из пяти упражнений. Это пример. Это пример синхронизации. То есть, зная этот принцип, человек может себе любые другие упражнения создать. Это просто база, классическая синхрогимнастика. А есть индивидуальная синхрогимнастика, когда по этому же принципу синхронизации, то есть, подбора действий, которые точно совпадают с твоим состоянием, ты снимаешь лишнее напряжение и открываешь творческие способности, в этот момент мечтая об этом. Но когда ты мечтаешь, они у тебя и открываются. Но для того, чтобы у тебя мечты реализовывались, тебе нужно снять зажимы. Чтобы снять зажимы быстро, тебе надо делать действия синхронные твоему состоянию. Но одному подходит хлёст руками по спине, другому лыжник подходит, третьему шелтай-болтай, а четвёртому вот так сидеть, вот так делать. Подходит. Надо подбирать. И сам принцип подбора путём перебора развивает творческие способности, креативность ума. То есть ты в любом другом деле творчески подходишь. То есть ты ищешь, как эту задачу решить быстрее, проще и эффективнее. Вот сам подбор путём перебора, сам принцип ключа и синхрогимнастики, части ключа, как раз развивает творческие способности, творческий подход к любому делу. А вот как раз вопрос насчёт этого. То есть, а если все четыре вот эти упражнения подобрали, прям, ну, не знаю, долгими годами, наверное, как вам это удалось, что, ну, вот все нравятся, это людям показывают, и всем вот эти упражнения, и хлёст, и лыжник, и всё получается. То есть если все четыре, например, эти основные нравятся, то есть стоит делать их все четыре или только одно из них выбрать? В принципе, если все четыре, то что вы хотите делать каждое? Вот наша школа отличается тем, что впервые в мире мы говорим, мы не даём упражнения, а то тут мне одна тётя написала, а мне не подходит ваш метод, сколько я не пытался. Я говорю, мы же не упражнения даём, а принцип даём, стратегию подобрать себе свои собственные упражнения, то, что тебе подходит, как ботинки по размеру. Как это может не помочь? Сам подбор, во-первых, тебя развивает, сознание, мышление, поисковая активность мозга. Во-вторых, подберёшь, и сразу снимаешь напряжение. Так вот, я хочу сказать, это просто пример. Поэтому, когда мы покажем, как подбирать, почему так просто работает, почему сразу такой взрывной положительный эффект? потому что все они основаны на инстинктивных действиях человека, который сам делает. Вот, например, мальчик трясёт ногой. Да, если ему сказать, ты почему трясёшь ногой? Он говорит, не знаю. Он нервничает, поэтому снимает так напряжение. Правильно? Ему родители запрещают. Он трясёт ногой, чтобы освободиться от напряжения, они ему ещё и закрывают эту возможность. То есть, он попадает в комнату напряжения страха, как в заключённые. То есть, вот у него был способ снять напряжение, а ему и это не даёт сделать. А он и так нервно напряжённый. Ему не даёт быть, как он есть. У него как между молотом и наковальником. Мы что делаем? Объясняем. Вот если мальчик ногой трясёт, из этого можно сделать упражнение синкро-гимнастики. А как? А просто предложите мальчику трясти ногой специально, сознательно, осознанно. И вот он теперь ему разрешили делать то, что организм сам просил. И он теперь сидит и трясёт ногой. И потом говорит, ну я потряс, потряс, успокоился, мне уже неохота больше трясти. Таким образом он снижает своё напряжение. И когда он несколько раз это упражнение сделал, вот он сделал хлёст, а потом ногой потряс. Потому что его организм просил. То есть все упражнения синкро-гимнастики делаются на основе осознанного применения инстинктивных действий человека, которые и так он хочет выполнить. Он и без тебя бы это сделал. Просто теперь он делает это осознанно. И потом он может снимать стрессы без тряски ногой, без упражнения. Потому что у него уже развивается способность управлять своим состоянием. И без того, чтобы дёргать ногой. Вот такой переход. Вот смотри. Сначала человек это делает инстинктивно. Теперь он то, что делал инстинктивно, защитные реакции, выживание, делает сознательно, осознанно, в виде упражнений. А потом он может управлять своим состоянием и без упражнения. У него развивается эта способность. А вот как, кстати, можете коротко объяснить? Именно мысленно. Он просто мысленно начинает как бы эти упражнения делать? То есть вот ничего не делает? Нет, у него просто воля расширяется. Сознание, создательная функция, управляющая сама воля, возможности воли расширяются. Вот он, допустим, теперь в школу пришёл. Если он дома теперь несколько раз, несколько дней трясёт ногой сознательно, как упражнение, в школе сидит теперь, у него нервное напряжение поднялось, допустим, преподаватель говорит, выходи к доске. Ему хочется потрясти ногой. А он уже спокойнее может сказать себе, спокойно, и уже не тряса ногой. Или как вы показываете, там запланчик можно незаметно. Это не разговор по скайпу за пять минут. Это надо же, мы же проводим. Поэтому я всех приглашаю всегда, когда мы объявляем, а мы объявляем за несколько дней, заранее. У нас будет ликбез. Готовьте зум, чтобы все выходили. Это бесплатный ликбез. Это ничего вам не стоит. И там зум мы даем, сбрасываю. Они выходят в зум, и все задают вопросы. И там два-три часа. Я показываю, рассказываю, мы делимся опытом. Да, а сейчас мы с тобой просто вышли на 15-20 минут поговорить. А там же все. И показываем там, там десятки людей, которые, я предлагаю, подберите себе свои движения по принципу ключа, то есть по критерию индивидуального соответствия. Действия синхронной вашему текущему состоянию. И показал несколько разных вариантов. Да хоть мяч в сетку волейбольную закидывать, баскетбольную. Да хоть в теннис играть. Перебирайте разные движения по 10-15 секунд, и вы увидите, у одного вот это движение быстрее автоматизируется, а у другого другое. Так вот таким образом подбирается действие каждому по своему состоянию. Один у меня дирижера подобрал, говорит, ой, слушай, такой кайф, так хочется продолжать. Потом сел, потом говорит, слушай, как раз, так хорошо. Я, говорит, слушай, вспомнил, я же где-то в детстве дирижером хотел быть. Вот же оно как происходит. А вот можно сейчас я как раз покажу упражнение, которое я, я вот маленько самообороной тоже занимаюсь, да, рукопашным боем, и, соответственно, вот упражнение для спортсменов, скажем так, да, понятно, что это каждый себе подберет. Ну, просто в качестве примера покажу, то есть, какое я делаю упражнение, например, утренняя гимнастика, когда еще, да, и, то есть, оно, опять же, синхронизирует. То есть, сначала, конечно, люди, может, кто-то повторять будет, но самое главное, ты понял, в принципе, что не нужно думать о правильности делания упражнений, нужно думать о своей проблеме. Да, вот, 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 это давай, давай еще раз. Во время ключевых движений, будь то идеомоторные, идеорефлекторные, так называемые, будь то механически повторяемые, любые упражнения, ключевые, и в психрогимнастике, вектор внимания не на качестве выполнения упражнения, потому что упражнение – это средство, это инструмент, а на цели. То есть, думать, о чем ты думаешь. Вектор внимания, такого ни в йоге нигде нету, ни в цигуне нигде. Здесь ты думаешь, о чем думаешь, и делаешь это упражнение, как делаешь, то, что тебе нравится, по зеленой зоне, тот же принцип есть. Ну, мы там на ликбезе еще расскажем, расскажем, давай. То есть, здесь упражнения, скажем так, ну, для тех, кто занимается единоборствами, да, там, то есть, бокс, например, называется, есть такое упражнение, как сайдстеп, то есть, шаг в сторону. То есть, ну, я покажу, как это делать. То есть, вот, шаг в сторону, удар, шаг в сторону, удар. И, то есть, вот так вот, можно думать о своей проблеме, когда уже, естественно, у тебя это автоматические навыки, и, и, как бы, попадаешь в такой транс, да, и решаешь свою проблему. А эти движения, два в одном, ты отрабатываешь, как бы, боевые движения, молодец, молодец, молодец. Вот у меня уже, ты перед глазами, туда-сюда, туда-сюда. И я думаю, кто смотрит, как ты это делаешь, тоже в транс ходит. Ну, потому что, ты входишь в ритм, ты входишь в ритм, и у тебя тело, как у Касси, у Шеклея, Мухаммед Али. Помнишь? Как вот на ринге, такой легкий такой. Потому что, он входил в это состояние, там прямо летал по ригу, такая здоровая маска. И ты сейчас был в гармонии, и я смотрю, как ты это делаешь. Вот как прекрасно ты показал. Молодец, да. Порхай как бабушка и жалит как коса, говорили про Мухаммед Али. Он порхал как бабушка на ринге и жалил как коса. Да, 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 интересно, интересно. А это же природные законы. Вот поэтому у меня близкий родственник мой, Андрей Зорин говорил, у меня в книге написано, как он мне говорил, если ты решаешь какой-то вопрос, какую-то проблему и не знаешь, как решить, посмотри на небо, как плывут облака. Посмотри на деревья, как ткнутся под ветром деревья. И ты найдешь решение. Потому что вот то, что ты сейчас сделал, вот эта гармония, это та природная гармония, которую люди находят в природе. Да, ты нашел ее в себе, за счет того, что ты совпал с действием природного своего, ну, синхронизация получилась. Вот то же самое в природе. Поэтому, когда у тебя на Алтае ты их водишь на природу, наверное, никогда не смотрят на эту природу. У них вот это вот и возникает. Так вот это и есть места силы. А то она все время нам говорит, какую-то чушь нам говорят. Поезжайте туда, там места силы, поезжайте туда. Ну, потому что там природа такая, какая-то, может быть, иная место силы. Это место силы и в нас внутри. И свет в глазах смотрящего, как говорится. Если ты в себе можешь эту гармонию находить, так всегда будет тебе везде хорошо, где ты есть. ты будешь и на Алтае прекрасно себя чувствовать, и в самолете, который попал в турбуленцию, и все боятся, а ты будешь себя чувствовать спокойно и уверенно. И на ринге, и в подворотне, и когда на скрипке играешь. В тебе место силы. Вот. Потому что это место силы, это место природы, это место гармонии. Еще такой вопрос, но я ответ уже даже знаю, какой вы скажете. Ну, мы все-таки снимаем это для широкой аудитории. Как жить весело и радостно? А как, громче скажи? Как жить весело и радостно? Заниматься любимым делом. Я вот точно знал, что вы так ответите. Ну, а как же еще, может быть, подруга? Любовь. Там это, где есть душа. Все хорошо, что сделано с любовью. Это значит то, что соответствует тебе. Когда ты делаешь что-то, то, что тебе соответствует твоему природному началу, генетически заданному. Эволюция воспитана и твоими мамами и папами в тебе заложена. И когда ты даешь этому реализацию, у меня есть стихотворение «Красив цветок распускающийся в каплях свежей росы, берущий и отдающий свет», так и человек счастлив в раскрытии своих возможностей, берущий и отдающий все. Все отдает человеку, потому что, когда он раскрывается, когда его способности раскрываются, а когда его природное начало не дает ему раскрыть, вот тогда откуда у него альтруизм возьмется, энергия? У нас в человеке геном, эволюция поколений внутри нас, такой мощнейший потенциал, и он все время требует, как цветок, раскрытия. И поэтому, когда человек раскрывает свои способности, он и счастлив. У него есть смысл жизни, и он готов дариться, подарить и делиться, и он альтруист тогда. И в завершение, хотя бы можно два совета дать, как бы, касающиеся вас, я имею в виду широкой аудитории нашей, которые смотрят, под необычным ракурсом, скажем, к вашим роликам, вот постоянным, ежедневным. То есть, смотрите, многие же просыпаются, кто-то, ну, многие не просыпают, да, бывает пасмурно за окном, то есть не охота идти на работу, ну, то есть настроение плохое, с плохим настроением, а им надо идти. Как повысить им самим настроение? Я вот так делаю, и другим советую. Я просто беру ваши ролики, записываю на телефоны, копирую, да, и утром, когда делаю утреннюю зарядку, включаю ваш ролик, и у вас они всегда позитивны, у вас ни одного, если вы не найдете негативного ролика, слушаю, что вы рассказываете, и настроение просто поднимается, видите, под каким углом, можно сказать, вы день задаете человеку, то есть если каждый будет так смотреть с утра уже, у него день уже удался, у него настроение поднимется. Молодец, у меня к тебе тоже просьба, сделай еще раз вот то, что ты делал, я так прямо засмотрелся, такая красота была. Давайте, то есть... Ритмы сердца, ритмы дыхания, альфа-ритм, бета-ритм и прочие десятые, ритмы мозга, ритмы поворотов корпуса, движения рук, все-все-все синхронизировано в гармонии. Если вы так будете засматриваться, вы впадаете в медитацию, о чем говорит Далай-Лама. Медитация, путь, значит, к устранению эго в человеке, то есть раскрытие в нем вот этого человеческого начала, альтруизма, миролюбия, добросердечности. Вот прекрасно. Вот ты сейчас вот это продемонстрировал, и пускай все смотрят эти ролики, и сами пытаются, ведь это же ведь и в танце, когда девушка войдет в танец именно в ритме своего собственного состояния, она так прекрасно танцует, и любой танцовщик прекрасный, и боксер, как мы говорили, Мухаммед Али, и пианист, когда он вот войдет. Но чтобы входить быстрее в это состояние, конечно, надо снимать зажимы, делать эти синхронизирующие приемы, которые быстро разблокируют отвергнутые мышечные зажимы. Слушай, я тебе очень благодарен, ты такой прекрасный человек, дружим дальше, сейчас мы этот ролик всем дадим, пусть посмотрят, и ты там дай свои хештеги, или свои там телефоны, или что, если хочешь, чтобы тебе туда звонили, если кто тебе туда приедет, в Алтай, сфотографируй их, поводи их, и научи их сихрогимнастике. Приглашаю всех на Алтай, тем более за границей сейчас закрыто, я много стран объехал, но лучше Алтай и России нет ни одной страны в мире. Спасибо тебе, до встречи. Спасибо. Дружим дальше. Да.